Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами избирать тему Woodmart. Это урок 32. Следующая опция у нас в этом видео – Woodmart, настройки темы, магазин, разворачиваем магазин и быстрый просмотр. У нас по умолчанию эта опция включена. Давайте посмотрим. При наведении на товары у нас есть вот такая вот иконка лупы. При клике на нее это и есть быстрый просмотр. Отсюда мы можем количество прибавить товаров, в корзину положить, просмотреть детали. Соответственно, если вам это не нужно, вы можете это отключить. Есть вариант другого расположения. Давайте посмотрим. Вот в таком виде. И есть ползунок, который может увеличить ширину или уменьшить ширину этого окна. Следующая опция – показать вариации при быстром просмотре. У нас это тоже здесь отображается. Если в вариации хотите более компактный вид сделать, то можно это здесь отключить. Здесь настроек больше нет. Следующую давайте опцию разберем. Это страница сравнения. У нас уже в принципе выводится, но пока что не работает. Вот такая вот иконочка. Она также у нас есть в хедере. Мы ее выводили в предыдущем видео. Если я сейчас на нее нажимаю, она у нас не работает. У нас открывается товар. Если я здесь нажму, мы тоже как бы добавляем. Галочка, видите, помечается. Сравнить хочу товары. Но в итоге здесь показывает вроде два товара в сравнении. Двоечка стоит. Но если я нажму, опять же я не вижу страницы сравнения. Давайте это поднастроим. Во-первых, сравнение можно вообще отключить, если вы этим не будете пользоваться. Страница сравнения, ее нужно сначала здесь добавить. В самой странице должен быть специальный шорткод, обязательно расположен, чтобы она работала. Давайте сначала это и сделаем. Переходим к странице, добавляем новую страницу. Пишем сравнить. Ну, любой заголовок может быть. И в поле текста я вставляю вот этот уникальный шорткод от темы Woodmart и нажимаю опубликовать. Далее возвращаемся в настройки сравнить. Здесь находим нашу страницу, которую только что создали. Выбираем ее здесь. И дальше по настройкам выберите поле для таблицы сравнения. Ну, здесь просто решаете описание объекта, артикул, по каким критериям сравнивать человек сможет продукты. Доступность и вообще вес, цвет. Все, что есть вообще, можно здесь выбрать к сравнению. Выбрать там все. Отменить выбор. Следующее. Здесь у вас будет поле, когда, допустим, в сравнении нет товаров. И здесь у нас есть возможность поменять сообщение на русский язык или на ваш язык, потому что оно будет на английском языке. Смотрите, как здесь нужно переводить. Если вы английский не знаете, можно через переводчик Яндекс.Транслейт или Гугл.Транслейт перевести. Но смотрите, здесь в тексте есть вот такие вот BR, разрыв, перенос строки. Знак. Его лучше не трогать. То есть все, что вот до этого знака, вот с точкой, вот это предложение можем перевести. И вот это следующее предложение. Вы можете просто написать от себя. Любой текст я через переводчик просто могу вставить. В списке сравнений нет добавленных товаров. Меняю текст здесь. И теперь вот этот текст я тоже перевожу. Текст я поменял. Дальше. Кнопки. Показать кнопку на сетке товаров. Но у нас по умолчанию уже выводится. Следующее. Сохранить состояние кнопки после добавления в список сравнения. На ваше усмотрение да, нет. И на этом уровне давайте сохранимся и проверим, что у нас получается. Обновляем страницу. Можем перейти. У меня здесь два товара добавлено. И теперь у нас работает. Мы видим два товара к сравнению. И по критериям, которые я сравниваю. Отсюда можно удалять из сравнения. И тогда у нас будет вот такой текст. Список сравнений пуст. То, что мы сейчас с вами перевели на русский язык. Следующая опция позволяет сортировать товары по категориям. Если вы из разных категорий добавили к сравнению большое количество товаров. Давайте посмотрим. Во-первых, при наведении сюда будет всплывающий список. У меня есть категория аксессуара, часы, мебель. И вот я добавил пять товаров, три и один. Если я сюда перейду, то смотрите, что происходит. Во-первых, уже так поинтереснее мы видим области сравнения. Вот здесь появляется, видите, область, где я могу переходить по этим категориям к тем товарам, которые у меня также в сравнении находятся. И еще полезная кнопочка, которая появляется и упрощает юзабилити сайта, позволяя клиенту вернуться в список категорий, в которой он находится в сравнении, чтобы, допустим, еще добавить товаров к сравнению. Как это выглядит? Вот я перешел в сравнение. Вот появляется кнопочка. Например, я нахожусь в категории часы. И хочется мне сюда еще к сравнению добавить дополнительных товаров. Вот эта кнопочка, на нее нажимаю, и меня перебрасывает именно в категорию часы. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google PageSpeed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Подписывайтесь на мой канал. 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 Продолжение следует...